Меня зовут Валерий, фамилия моя Лесничья, если кто не знает. Я один из организаторов, мы с Леной решились организовать эту встречу и по возможности вспомнить у каждого своя память о Балу. Но хотелось, чтобы наша встреча была не формальной, а живой. Если будет возможность поделиться этой памятью друг с другом, ну и тем самым обогатиться. И тема наша, она так и звучит, живая память. Живая память это самое главное. Когда она есть в нас, работает, значит мы вместе, значит все хорошо. А когда память не работает, не работает совсем, становится скучно. Вот, значит, я бы хотел поделиться сначала первым, если вы разрешите. Потому что вот так получилось, что меня привели к Балу, ну можно сказать случайно, как у всех может быть это было. Вот, вот, но Лена 3, может быть слышали Елену 3. Она куклы делала и делает, да, и сама она художник. Это я потом все узнал про нее. Вот, и она сказала, есть такой замечательный человек, тебе обязательно туда надо попасть. Ну, естественно, мне стало интересно, и я, значит, решил сходить. И так и прирос. Потому что это особая атмосфера, особое место. Не знаю, как у вас, а я называл это сердце Санкт-Петербурга. Вот у меня почему-то такая ассоциация. Бух, потому что я когда пришел, это была осень. У меня к осени особое отношение, я сам скорпион. Ну, поэтому все осеннее мне близко. И я когда поднялся вот на эту башенку, где колокола, мне поразило то, что там, я наверх посмотрел щели, и в эти щели падает снег. Представляете? Ну, так, чуть-чуть так, полунаметками. И почему-то у меня это вот такая память какая-то особая. Когда смотришь, видно звезды, еще в щели падает снег. Вот, и тут еще колокола были. То есть какая-то особая атмосфера. Почему у меня возникла эта идея, что это центр Питера. Вот именно сердце Питера, понимаете? Я не смог от этого освободиться, ощущение. Вот, и поэтому всегда, когда я туда поднимался, с одной стороны, я был в особом состоянии, а с другой стороны, мне всегда было жалко, что, ну, как же так? Так такая прелесть. И мы никак не отремонтируем это дело. Ну, надо, надо. Ну, вот мечта такая была. Вот. Ну, вы знаете, Балу, он умел рассказывать удивительные вещи. И знакомил и с часами старинными, и с двумя дамами напротив, которые в его кабинете были. Ну, вообще, рыцари, мечи, да? И огромный-огромный ключ, который стоял, и целая история про него была. Как он мне рассказал, говорит, прихожу с работы, а тут ключ такой, говорит, дверям прислонял. Мужик в благодарность вставал, говорит, мне, я, честно говоря, большего не знаю, может быть, кто-то поделится, расскажет про этот ключ. Ну, вот, это как благодарность за то, что он исцелил. А потом я увидел ключи Зарока, которые висели. Да, и вот тоже целая техника, целая история про эти ключи. Ну, хотя он мало мне про это рассказывал. Ну, и, естественно, я хочу поделиться вот двумя моментами, которые у меня запали в душу. Почему вообще меня туда притягивало? Да, ну, притягивало просто, с одной стороны, как коллегу, потому что я доктор, врач по образованию, военный доктор. Но так получилось, что я исследователь, я всю жизнь изучаю проблему нормы и патологии, то есть границу между этими вещами с фундаментального уровня. То есть я морфолог, занимался электронной микроскопией, системой клеток крови, иммунитета, при разных экстремальных условиях, Афганистан, Чернобыль и так далее. То есть вот эти военные все дела, но для того, чтобы помочь нашим бойцам не болеть. И вышел на некие, можно так сказать, тонкие механизмы клеточные, внутриклеточные, которые показали, что основной обмен, энергообмен человека, любимое такое понятие сейчас, как обмен энергией, да? Абсолютно завязан на ультраструктуру клеток крови. Причем не простых клеток, а естественных киллеров, те, которые защищают от онкологии естественным образом. И вот это вот все переплетение моих поисков как ученого, а с другой стороны, живой его жизни, хосписов, для меня вот как подарок судьбы. Поэтому я прирост с одной стороны, а с другой стороны, я еще, как сказать, можно отключить, если... Сейчас отключай, отключай. Не быстро. Держи, помогите. Там звук выключается. Просто надо звук убавить, а то он все время будет так играть. Вот и все. Надо звук убавить. Звук убавить. Но вы сейчас не будете говорить. Ну все, все, да. Звук убавьте, пожалуйста. В каждом телефоне ночной режим. Оказывается, в каждом телефоне есть ночной режим. Дети волнуются и будут звонить чаще, если не отвечать. Особенно вот... Ну, звук-то можно убавить. Все, звук убавил. Отлично. Спасибо. Сын волнуются и загнулся. И я все... Вот. Значит... Они мечтают. Две вещи меня поразили, когда он делился. Да, первое. Он рассказывал так. Вот. Меня поразило, как музыка действует на моих больных, тех людей, которые уходят. И, в частности, я как-то шел по коридору, тащил с собой колокол и стучал по нему. А у нас женщина не могла, говорит, очень долго уйти. И вот она рукой вот так махнула, говорит, мне. Я понял, что она что-то хочет сказать. Я зашел, и она мне показывает, типа, дай. Я дал эту палочку, и она, говорит, стала по колоколу стучать. И через пять минут она с улыбкой на лице, говорит, усла. То есть, вот, меня это так, говорит, поразило, что я стал собирать колокола по всему... По всем возможностям ездил, искал. И вот есть такое место. Я, честно говоря, не знаю, то ли под Псковом, то ли где-то. Он говорит, там стоит колокольня огромная. И там огромный колокол. Все большие колокола имеют свое имя. Вот этот колокол назывался Сысой. Я, значит, поднимаюсь по колокольне, не знал, что там звонарь наверху. И в это время удар колокол, и меня выносит просто с колокольни. Я вижу, что я лечу. Я, говорит, лечу, и вижу вдалеке спуск к реке. Там три лодочки плывут. И дальше островок, я туда, к островку, хоть лечу как-то. И вдруг у меня мысль посещает. А как это я лечу-то? Я же упаду сейчас. И очнулся в теле опять. Испугался. И побежал, говорит, вниз. Спускаясь. Бегу дальше. Смотрю точно обрывчик. Точно река. Водолей, говорит. Это островочек. То есть вот это ощущение, да, единение с колоколом, звуком, да, что душа иногда взаимодействует вот таким образом с колоколом. Открытие было для него. И дальше он мне говорит. Я стал искать. Я нашел текст старинный, очень древний, где религиозный текст. И там, говорит, один ученик у батюшки спрашивает. Батюшка, а как же так? Вот умер я, душа-то в потемках. Как же ей не заблудиться-то? А он ему отвечает. А ты, говорит, замри, прислушайся, услышь колокол, оседлай этот звук и принесет тебя туда, куда должен. Вот как это все переплетается, да, что у Андрея Владимировича шел поиск постоянный, как помочь, как помочь душе человеку. Это во мне осело навсегда, как говорится, раз поделился. И вот этот вопрос жизни и смерти, он самый важный, на мой взгляд. Я пытался подготовиться сегодня про, если вы видите, да, здесь слайд-шоу делали, хозяева. Речь о том, что такое чистая душа человека и как она взаимодействует с своим первоначалом. То есть я не берусь утверждать, каким образом, но, на мой взгляд, вот эта душа на самом деле бессмертна. Я говорю это как ученый, не как религиозный действенный, да, или как человек, который просто болтает. Потому что есть некие тайные вещи, которые еще не открыты нами. Ну, допустим, учеными не исследованы. Но на самом деле вот все, о чем говорят разные планы, и философского учения, и религиозного учения, и медицинского учения, и искусство, и культура, и даже политики, все это вместе позволяет сказать, что стержнем всего этого единения является именно душа человека. И культура оттуда проистекает. А источник один, один общий источник, из которого мы все возвращаемся. И вот как это происходит через память, живую память. Как мы обогащаемся, как мы в единении можем жить, глубже понимать друг друга. Вот это и есть, на мой взгляд, живая память. Я поделюсь еще одной вещью. Несмотря на то, что я глубоко ученый человек, мне так, может быть, повезло в жизни, что я встречался с людьми, которые рангой учителей. Действительно, истинных учителей. Один из моих учителей, он так сказал, что есть духовное сердце. Есть обычное сердце человека. А есть духовное? Я говорю, а где же духовное на сердце находится? Куда оно надевается? А чуть-чуть впереди, говорит, физическое, вот здесь. Но оно у всех разное по размеру. Есть небольшие, как сумочка, говорит. А есть такие, которые весь мир обнимают. Вот это, говорит, зависит от того, как человек устремляется, и куда он идет. И, честно говоря, понять и объяснить двух словах, что такое духовное сердце, сложно, если не говорить о том, что это некий инструмент, который позволяет нам познавать мир за пределами, за гранями жизни и смерти, в мире без смерти. Это лодка тысячи лет, о которой еще древние египтяне говорили, которые на самом деле есть. И там только одни вещи работают. Это наше внимание, это наше воображение, это наша память. Как мы к этому относимся? Что такое внимание? Внимательно ли мы проникаем к каждому человеку? Насколько мы любим этого человека? Бару, он умел так сплотить людей, так вокруг себя провести мероприятия или сессию сказкотерапии, куклотерапии, что мы проникали в этот мир, мы ощущали, что у нас есть даже простые переодевания, зеркала, преображения, души моментальной. Я могу долго говорить по поводу того, куда и что я пытался сделать за два года. Я всем пообещал два года назад, что будет открыта группа, которую я назвал «Жажда света, истины». Там сейчас 32 страницы, каждая продолжается. Но я прошу, если будет интерес, обращаться к этой странице ВКонтакте и наполнять ее своими воспоминаниями, наполнять своими идеями, предложениями, потому что это то, что работает. Память, она работает, когда ты тренируешь ее, когда ты не тренируешь, как и все, и внимания не тренируешь, и воображение. Понимаете, чем отличается воображение от фантазии? Это как оторваться от истины. Вот фантазия, можно сколько угодно путешествовать. А Эйнштейн, например, он сказал так, что больше знаний я ценю воображение. Потому что воображение это сила, которая позволяет познавать новое, познавать истинное. Несмотря на то, что он вроде бы как ученый, но он такие вещи говорит. Поэтому если эти пробуждаются в сознании человека вещи, то он растет вместе с миром. Как мы растем вместе с миром, а мир растет вместе с нами. Понимаете, если вот такую позицию занять и точку зрения, то, наверное, мы сможем идти и двигаться сообща к той самой волшебной сказке, которую Балурок читал, рассказывал много о истинной ценности человека. Несмотря ни на что. Несмотря на ту тьму, которая часто сгущается вокруг нас, все равно есть свет внутри каждого. Поэтому я, что смог донести кратко, я готовил речь на три часа, поэтому не злоупотребляю. не злоупотребляю. Не злоупотребляю. Не злоупотребляю.